Новые фашисты, а точнее расисты, по всей видимости, воевать против украинской армии не способны. Вот и борются они с безоружными гражданскими. Несмотря на то, что жандармы и местные полицаи свирепствовали в городе, расстреливали на агробазе евреев, коммунистов, молодежь, проживавшая на колонии, собиралась по вечерам на улице, где сейчас находится кинотеатр имени Шевченко, так сказать, на посиделке. Так Евгения Чистикова, сотрудница Мариупольского архива, вспоминает о жизни города во Вторую мировую. О том периоде, про который весь цивилизованный мир говорил никогда снова. А страна-бензоколонка кричала «можем повторить». Вот и повторили. И усугубили. Город, которого больше нет. Так называют Мариуполь те, кто смог его сейчас покинуть. В нашем бункере осталось 42 человека. Там дети 12-летние, 15-16-18-летние. Я солнце увидела второй раз за два месяца. А когда выходишь, а там воронка 15 метров в диаметре. И я не знаю, сколько метров в глубину. В Мариуполе не осталось ни одного целого здания. Разрушена вся городская инфраструктура. Нет воды, газа и электричества. Еда заканчивается. Врачи, которым удалось выехать из города, рассказывают, многие люди умирают не от обстрелов, а от нехватки лекарств и не оказания медицинской помощи. Даже при немецких оккупантах в городе работали больницы и поликлиники. А российские войска, аптеки и роддома разбомбили. По данным обнародованным городским головой Мариуполя Вадимом Бойченко, российские войска за два месяца войны убили более 20 тысяч мариупольцев. Тела вывозят грузовиками, а размеры братских могил измеряют гектарами. Во время Второй мировой за два года оккупации горожан погибло в два раза меньше. Насисты планировали использовать эту территорию в дальнейшем. На этой территории планировалось использовать и промышленную базу Советского Союза, и природные ресурсы, и, возможно, даже частично население, которое после соответствующей обработки могло было бы стать лояльным. В отличие от расистов, немцы не говорили, что пришли спасать. И при этом в оккупированном городе работала 41 школа, три кинотеатра, где показывали немецкие и советские фильмы, работал украинский театр. Немцы не планировали разрушать город. Наоборот, их целью было выжить по максимуму из промышленных мощностей Мариуполя. А в 2022-м крупнейшее предприятие города «Азовсталь» ежедневно уничтожают бомбами. А когда нас выводили, нас называли карандашами русские. Почему? Ну, карандаши, мы не люди, мы карандаши. Мы были 11 карандашей. В 1941-м немцы вывезли на территории Германии несколько тысяч мариупольцев. Сколько из города вывезли в Россию сейчас, посчитать невозможно. Те, кто выезжают, должны пройти унизительную процедуру фильтрации, во время которой людей предупреждают. Те, кто выбрали Украину, назад не вернутся. На каждом блокпусту выводят нашего геосчастника, раздевают до трусов. Спросите, когда ездил Вадыка Лука, когда мы забрали детей в Бердянске, точно так же их всех раздевали. 11 батюшек. Их всех раздевали до трусов. Искали украинские наколки. Нас сфотографировали, как это, какой человек, думали, мы какие-то преступники. Сейчас и пальцы брали. Анфа в профиле, отпечатки пальцев. Забрали наши телефоны. Подсканировали все наши телефоны, что они там делали, я не знаю. Локументы. Военный историк Василий Павлов не советует сравнивать фашистов и рашистов. Напоминает, политика России столетиями была направлена на уничтожение всего украинского. Немецкая оккупационная власть никого не депортировала. Действовала единственная программа так называемых астербайтеров. Это набиралось население для работ в Германии. Но вот такой депортации, которая как проводилась, проводится российской оккупационной властью с целью смены этнического состава населения, этнического состава региона, не проводилась. После Второй мировой войны и двухлетней оккупации Мариуполь стал крупнейшим промышленным центром Украины. Сколько понадобится времени, денег и сил, чтобы возродить город из пепла после рашистов, сегодня не берется прогнозировать никто. Валерия Никипелова специально для информационного марафона Freedom телеканала UA.